Спасибо нашему Господу. Мы рады видеть, кого давно не было. Маша с Наташей с возвращением. Маша, ты вообще счастливая такая. Мама уехала, пока тебя не было, сын принял водное крещение. Поменялся, вообще новый человек. Вот что такое церковь, да? Мама может спокойно уехать, да, Илья? Слава Богу. Илья, принесешь несколько чашек воды, хорошо? Хорошо. Послушный стал, Бога любит, вообще родители уважает, да? Слава Богу. У нас новые люди, да? Пожалуйста, встаньте, пожалуйста, кто первый раз пришел. Вы первый раз тоже, да? Нет? Вы были, да? Кто первый раз? Давайте мы поприветствуем у нас. Это Томас и Оля. А давайте мы вам сразу и дадим слово. А, здрасте. Ой, боже мой, какие красивые, ну вообще. Ну вы посмотрите, да слева, справа, какие красивые вообще. Кокусы хубы. Что? А, все, простите, тут перевод, я понял. Да. Всем привет. Здравейте, носички. Да. Все красивые. Всички все красивые. Меня зовут Томас, мою жену Оля. Мы приехали из Петербурга в Болгарию с Мессией. Молимся за Болгар. Молимся за Болгари. Молимся за русских. Молимся за руснадцати. За украинцев молимся. За украинцев молимся. За белорусов. За белоруссити. За весь мир, в общем. За целый свят. Да. Чувствую, что есть на этой церкви помазание Иисуса Навина. Он ходил с Моисеем. Кто знает? Моисей видел много чудес. А Иисус Навин, он видел не только чудеса. Но он ввел народ Божий. В обетованную землю. На вас помазание не просто видит чудеса на этой земле. А войти дальше, чем Моисей вошел. Не просто ходить Божьими путями. Но принести много плода. Иисус Навин был человеком, который сказал Солнцу остановиться. Иисус Навин был человеком, который сказал на Солнце, чтобы спать. И на вас будет то же самое помазание. Вы будете говорить. Вы будете исповедовать невероятные вещи. Видеть воскресение людей. Будете видеть, как люди спасаются там, куда вы приходите. И люди будут спрашивать, как это? Откуда? И вы будете говорить, это Иисус. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Небольшое такое слово. Спасибо. Спасибо. Принимаем. Принимаем это обетование. У нас, знаете, у нас сегодня будет много, ой, много вообще слова, много свидетельств. Я уже в предвкушении. У нас вот брат Женя, он как-то был у нас проповедью. Кто помнит его проповедь? Он редко приезжает, но метко говорит. Пойдем, Жень. Проповедь была, ешь, как царь, стой, как царь, ходи, как царь. Ну, короче, мы все теперь едим, как цари, ходим, как цари, поем. Ну, мы учимся этому. Знаете, он после твоей проповеди 20 килограмм набрал. Ну, кто как понимает. Я, знаете, мы сейчас, я попросила Женю, потом он помолится за детей, но у него есть классное свидетельство для родителей, особенно для отцов. Да, поэтому вот, да, хотела отцы здесь, да, отлично. Прям позовите, если нет пап, позовите сюда пап, будет слово для них. Ой, я вот люблю такие свидетельства. Сейчас прям вот, прям затеете дыхание. Спасибо. Благодаря. С контекста вырывать нельзя. Не может да взима тот контекст. Если мы говорим, что нужно ходить, как царь. Ако говорим, что нужно ходить, как царь. Да, сидеть, как царь. Да сидите, как царь. И есть, как царь. Да едете, как царь. Рома, наверное, взял последнее. Рома е взял само последното, то я явка, как царь. Нужно и ходить еще. Трябва да ходишь още. Спорт это вообще классно. Трябва да спортуваш, това е много хубаво да спортуваш. Да, меня зовут Евгений. Казвам се Евгений. И в моей жизни очень много есть свидетельства. Моя живот има много свидетельства. И хочу поделиться последним. Искам да споделя последното с вас. Над которым я работаю и очень много думаю. Върху който работя и много мисля. А это отцовство. Това е бащинство. У меня есть дети. Имам деца. И я хочу быть хорошим отцом. Искам да съм добър баща. У меня есть отец. Имам баща. Он хороший отец. Той добър баща. Но есть кое-какие вещи, которые я просто не получил от него. Има някои неща, които не получих от него. Несколько лет назад я поймал себя на мысли. Что я ни разу от отца не слышал. Я люблю тебя, сын. Я говорю своим детям об этом. Когда мы уверовали. Я стал учиться говорить своим детям, что я их люблю. Но, знаете, когда я не был восполнен моим отцом. Во мне очень много зародилось различных комплексов. Которые впоследствии привели к определенным негативным плодам, скажем. И без всякого желания и хотения. И без желания. Я это начал передавать своим детям. И започил това да предавам на децата си. И однажды Бог обратил мой взгляд на один из стихов в Библии. В Малахии, где говорится. Малахия. Което се казва да обърне. Сердца отцов к детям. Сердца на бащите към децата. И сердца детей к отцам. И сердца на децата към бащите. И това последното ще обърнат сердцата на сыновете към бащите. И това много ме докосна това място. И я понял, что это для меня сигнал. И я сразбрачал, что это сигнал за мен. Настроить с отцом вот эти вот духовни отношения. И да имам духовни отношения с баща. Я позвонил ему. Обадих се на него. Ну, мы разговариваем часто. Много часто се говорим. Но говорили ни о чем. Но без полезни разговори. Как дела. Как се. Как деца. Как са децата. Как машина. Как екуата. Дали върви. Ни о чем. Или праздни разговори. И в конце разговора. И в крайна разговора. Я сосредоточил его внимание на себе. Сосредоточил вниманието върху себе си. Сказал ему папа. Казах ему тати. Посмотрел на меня. Что говорит? Прогледна. И казах. Какво? И я ему говорю. Я люблю тебя очень сильно. И аз ему казвам. Обичам тебя много силно. Для меня это было первый раз. Когда я отцу сказал. Что я его люблю. И това беше за първи път. Когато казах на баща си. Че го обичам. И мне было где-то 42. Бях на 42 години. Я понимаю сколько это потеря на времени. И разбирам колко има изгубено время. Но я не ожидал эту реакцию. Не очаквах такава реакция. Он выронил телефон с руки. Телефона от ръдецета му падна. И все на этом разговор закончился. И така свърши разговор. И для меня это был стресс конечно. И за мен това беше стресс. Я потом на следующее. Через какое-то время опять ему звонил. Но Господь мне говорит продолжай. И Господь мне казва продолжавай. Поговорили опять. Пак сих поговорихме. И на края ему говорю па я тебя сильно люблю. И в края ему казвам. Тати много тебя обичам. Телефон в этот раз не выпал. То есть по телефона не е паднал. Но я увидел как он начал отводить телефон. Просто. Чтобы мы не видели друг друга. Была пауза. Секунды какие-то. И все на этом разговор опять встал. Окей до свидания. Чао. Я звоню третий раз. И уже они с мамой вдвоем сидят. И баща ми и майка си заедно. Мама телефон держит. Вече майка ми држи телефона. Я думаю, что просто, ну Господь. Знаете, когда что-то начинает происходить. Ну Господь, он всему сопутствует. И когда нечто започет да се случва, Господь се помагал при това. И поговорили мы. Пак все поговорихме. Да. Какие-то вещи затронули. Докоснах меня. И нечто. И уже в конце разговора я опять говорю, папа. И в крайний разговор я казал, да ты. Да. Той казал, да. Я говорю, сильно тебя люблю. Я сказал, сильно ты убичам. И так как телефон держала мама. И телефон держа майками. Он начал отходить в сторону. То есть я пошла до себя удалечала на стороне. И до мамы дошло такое возмущение. И майками се возмути. И говорит, я не поняла. А с ней разбирам. А ты че его не любишь, что ли? А ты не голя убичишь? И услышал там где-то, ну просто такое уже голосовое. И я тоже. Я сушту. Мама малка удалечена, бешен, но ты казал, а сушту. Ну и все, закончили разговор. Пак приключих ме разговор. И знаете, я задумался, я тоже. А что тоже? И я си замислих, а сушту, какво сушту? Вот я тоже можу многие вещи, да, подразумеваю? Може, а сушту, други неща можеш да си напредвит. Но я ожидаю другого. А с человеком другого. Я хочу, чтобы услышать, и я тебя тоже, сын, люблю. И искам да чуя, обичам те си не сушту. А, два года прошло. Минаха две години. Я постоянно это делал. И постоянно правих това. И я не сдавался в этом. Аз не се предавах. И в един момент поймал его просто за рулем, когато он ехал. И един момент аз му се обадих, когато той караше кула. Разговаривали опять о каких-то вещах. Пак си говорихме за някакви неща. И он уже повъехал, выходил с машина. И това вече излиза от кулата. Я поняла, что уже разговор все у нас сейчас закончится. Разбираем, че разговора сега ще свърши, защото той трябва да отива. Он говорит, па, сильно тебя люблю. Я сказал, тату, много силно тебя обичу. Он выходит из машины и говорит, я тоже тебя сильно люблю. И ты казал, и аз тебя обичам много силно. Здесь я чуть телефон не вырани. И тук аз вече ащах да изпустам телефон не си. Но удержал. Но аз го удержах. Для меня это была сильная победа. И за мен това беше силна победа. Знаете, иногда просто мы смотрим на вещи. Понякога гледаме нещата. Не понимая причины. Без да разбираме причините. Тем летом Бог благословил всю нашу семью. Мы ездили в Казахстан. За одиннадцать лет мы не были всей семьей. И когда мы выехали с ним на рыбалку. И сидели вдвоем. И я ему задал вопрос. Я говорю, слушай, а твой отец когда-нибудь говорил тебе, что он тебя любит? И отец опустил голову. И сказал мне никогда. Знаете, что... Я тогда понял. Почему поведение моего отца было такое ко мне. За что Баштами имел такое поведение ко мне? Просто, ну, хочу вас ободрить. Что есть очень много способов сегодня построить, ну, свои взаимоотношения с родителями. Иногда приходится говорить с людьми, у кого уже нет родителей. Умер отец. Но, опять же, есть возможность, да, есть разные способы, как можно исцелиться от этого. Има возможности, как да се исцелим от этого. Тебе самому. Ти сам да се исцелишь. Для твоего сердца. За твое то сердце. Потому что, когда этот груз на тебя падает, Ако имаш тази теже сверху себе си, Я увидел, что в моих детях начали большие изменения. И видях променения в отцато си. Они стали очень сильны и ревностно обращаться к Богу. Започнаха силно и с ревност да се обръщат к Богу. Даже когда мы ехали сюда сейчас. Когато путавахме тук, насам. Я хотел, чтобы наш сын был здесь. Бих искал с сынами да е тук. Но он не приехал по причине, потому что у них очень важное молодежное собрание, Где они будут решать какую-то конференцию. Той не могло да дойде тук, защото има много важна конференция за младежите. И, конечно, он мне сказал, папа, если ты мне скажешь, я поеду. То мне казалось, что, тата, а ку мне кажешь, да у тебя, а что у тебя? Но я бы хотел быть на ней. Но азбих исхода сам на тази конференции. И я проявил уважение к его решению. И я проявил уважение ко мне вот урешения. Мы оставили его дома одного. Оставихме его в куще сам. И да, то, что вот это вот негативное проклятие, но я верю, что оно разрушилось. И верю, что това негативное проклятие се разрушило. Не только на моей жизни. Не само в раху моего живот. И моего поколения. И моего поколения. Как назад, так и вперед. Как от пред, как то и назад. Спасибо за ваше время. Благодаря за ваше время. И за эту возможность засвидетельствовать. За тази важность. За свидетельством за свое это радость в Господе. Потому что это его победа. Твое негативное победа. Это сердце отца, это сердце Бога. Твое сердце отца на башта. Потому что мы же хотим быть любимыми, да? Спасибо большое. Благодаря много. Спасибо, Жень. Сегодня без 15.02. Дальше.